Окружающий участок Вселенной давно нами изучен. Однако он представляет лишь малую часть от всего космического пространства. Никто точно не знает то, какие объекты могут скрываться на расстоянии нескольких миллионов световых лет от Земли. И большая их часть еще долгое время останется для нас в тайне. Но представьте, что в один момент на нашу планету приходит сразу несколько неизвестных радиосигналов, имеющих четкую периодичность. Наверняка многие бы приняли их за маяк сверхразвитой цивилизации. И именно к такому выводу пришли ученые, которые впервые наблюдали явление, получившее название «Пульсар». Но перед тем, как вы о нем узнаете, я бы хотел рассказать вам про еще одно удивительное явление. Наш телеграмм. Там мы выкладываем самые свежие новости и факты о космосе, а также моментально сообщаем о выходе всех новых роликов. Ссылку на него я оставлю в описании. А теперь вернемся к нашей теме. Июль 1967 года. Аспирантка Джоселин Белл замечает серию сигналов с помощью радиотелескопов в Кембриджском университете. Они исходили от неизвестного на тот момент «Пульсара», а результаты его наблюдений несколько месяцев хранились в тайне. Первоначально объект получил обозначение LGM-1, что означало «Литл Грин Мэн» или «Маленькие зеленые человечки». Такое название было связано с предположением о том, что эти строго периодичные импульсы имеют искусственное происхождение. И кроме того, вскоре научная группа Джоселин Белл обнаружила еще три источника аналогичных сигналов. Явления исследовали в течение семи лет. А научный руководитель группы, в которую входила Джоселин Белл, впоследствии получил Нобелевскую премию за изучение данного объекта, названного PSR B1919-21. Этот пульсар стал первым зафиксированным явлением такого типа, а его источник был найден спустя несколько лет в созвездии Лисички на расстоянии 2283, световых лет от нашей Земли. Публично о PSR B1919-21 заговорили в феврале 1968 года, а уже к 1969 году число обнаруженных схожих сигналов достигло 27, и явление официально получило название «Пульсар». Первым открытым источником такого сигнала стал объект с названием PP-0943, обнаруженный советскими астрономами в созвездии Льва. В то время одной из самых популярных гипотез его происхождения было предположение о том, что все пульсары представляют из себя сверхмощные маяки внеземных цивилизаций. Однако совсем скоро астрономы пришли к мнению о том, что периодические сигналы, вероятнее всего, исходят от нейтронных звезд. На данный момент считается, что такие импульсы образуются в результате вращения нейтронной звезды и являются узконаправленными потоками радиоизлучения, которые попадают в поле зрения внешнего наблюдателя через равные промежутки времени, что и становится причиной их четкой периодичности. К 2008 году было известно уже около 1790 радиопульсаров, которые представляют из себя мощные космические источники импульсного радиоизлучения. А ближайшие из них расположены на расстоянии в несколько десятков световых лет от Солнца. Вскоре после обнаружения первых пульсаров астрономами были зафиксированы и другие схожие источники, которые описывались как мощные вспышки периодического рентгеновского излучения. Их назвали рентгеновские пульсары. Они также являются сильно замагниченными нейтронными звездами, но в отличие от радиопульсаров, расходующих собственную энергию вращения, рентгеновские объекты излучают за счет аккреции вещества звезды-соседа, которая под их воздействием постепенно превращается в белого карлика. В результате такого процесса масса и частота вращения рентгеновского пульсара постепенно растет, в то время как радиопульсары со временем, наоборот, замедляются. К примеру, обычный радиопульсар совершает один оборот за время от нескольких секунд до нескольких десятых долей секунды, а рентгеновские пульсары делают сотни оборотов за тот же временной отрезок. И совсем недавно одно из таких небесных тел было обнаружено на максимально близком расстоянии от нашей системы. Объект получил название J1023 плюс 0038, а его источник наблюдали еще в начале 21 века. Однако импульсы этого пульсара дошли до Земли только в 2017 году, и они указывали на первый открытый миллисекундный оптический пульсар. Такие тела представляют из себя те же нейтронные звезды с периодом вращения в диапазоне от 1 до 10 миллисекунд, скорость вращения которых в несколько раз превышает тот же показатель для обычных пульсаров. Они входят в состав двойных систем и набирают огромную скорость при поглощении материи из газопылевого диска, который образован веществом маломассивной звезды-компаньона. При этом, если нейтронная звезда находится в фазе активной аккреции, то она видна нам как рентгеновский источник. А когда скорость поглощения вещества падает, яркое импульсное излучение начинает наблюдаться в радио- и гамма-диапазоне. На данный момент науке известно про существование еще нескольких похожих переходных пульсаров, которые также колеблются между рентгеновским и радиорежимом. Однако обнаружить переходный оптический пульсар, обладающий такой быстрой скоростью вращения, ученым удалось впервые. Период вращения J1023 плюс 0038 составляет 1,69 миллисекунды. А сам объект удален от нас на 4,5 тысячи световых лет. Его звезда-компаньон имеет массу 0,2 массы Солнца. Один оборот вокруг нее пульсар совершает за 4,75 часа. Подробные характеристики J1023 плюс 0038 на данный момент неизвестны, но вероятнее всего он представляет из себя маломассивную нейтронную звезду. Изначально этот объект считали радиопульсаром, однако в 2013 году ученые заметили, что его импульсы периодически затихают, и он начинает светиться ярче в рентгеновском диапазоне. Исследователи объяснили это переходом пульсара между двумя фазами, который происходит следующим образом. Радиоимпульсы возникают, когда вещество звезды-компаньона перетекает на пульсар. Однако звездный ветер не дает материи образовать аккреционный диск. Из-за этого газ не может сильно разогреться и светиться ярче в радиодиапазоне. Во время другой фазы поток вещества от компаньона J1023 плюс 0038 усиливается и образовывает вокруг пульсара газовый диск, который и является источником наблюдаемого рентгеновского излучения. Но вскоре удалось зарегистрировать миллисекундные пульсации J1023 плюс 0038 в оптическом диапазоне. Как показали предыдущие наблюдения, проведенные с помощью телескопа Swift X-Ray, в это время нейтронную звезду окружал аккреционный диск. По мнению исследователей явления, пульсар мог начать ярко светиться в оптическом диапазоне из-за излучения разогнанных до околосветовых скоростей электронов в его магнитосфере. И в будущем астрофизики планируют провести новые дополнительные наблюдения, чтобы изучить процессы, происходящие в этой двойной системе. Самым же удаленным из известных от нас объектом данного типа можно назвать небесное тело под названием NGC 5907-X1, которое является также и самым ярким из обнаруженных на данный момент пульсаров. Его обнаружение было совершено в 2017 году. И он представляет собой ультра-яркий рентгеновский источник, который всего за один оборот высвобождает такое же количество энергии, которое Солнце производит за три с половиной года. Ранее астрофизики предполагали, что такие ультра-яркие рентгеновские источники представляют собой черные дыры. Однако открытие NGC 5907-X1 позволило предположить, что они могут быть и пульсарами. Объект находится примерно в 50 миллионах световых лет от нашего Солнца, а скорость его вращения способна меняться. Например, в 2003 году период вращения пульсара составлял 1,43 секунды, а в 2014-м уже 1,13. Для сравнения, если бы наша Земля меняла скорость своего вращения таким же образом, день на планете сократился бы до 19 часов. Современные астрофизические модели не могут объяснить, с чем связана такая высокая яркость NGC 5907-X1. Однако исследователи предполагают, что этот пульсар может иметь сильное многополюсное магнитное поле. А для того, чтобы выяснить, почему этот объект излучает так много энергии, понадобится еще более сложное исследование. Всего несколько десятилетий назад открытие пульсара было необъяснимо. Однако сегодня наука без труда может отличить подобное явление от любого другого. Наша цивилизация развивается. И, возможно, уже в нашем столетии мы сможем обнаружить еще несколько таких же ранее неизученных явлений. Вселенная – это огромное полотно, на котором все еще остается множество невидимых пятен. И вместе с тем, как количество наших знаний о космосе растет, меняется и эта картина, которая совсем скоро может превратиться в большую карту нашей огромной, изученной Человеком-Вселенной. Редактор субтитров А.Семкин